Хоккейный клуб Сибирь начал новый сезон регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги с поражением. Первый матч прошел накануне с возрожденной хоккейной командой Ярославского «Локомотива». Интерес к матчу «Сибирь» «Локомотив» был настолько велик, что билеты в кассах закончились еще во вторник, а игрок «Каролина» и российской сборной Александр Семин выкупил на Новосибирском стадионе целую ложу, чтобы поддержать коллектив из Ярославля. Я думаю, они будут сыграны уже с первой минуты, потому что они играют за тех ребят, которые погибли. Сибирь организовала красочную церемонию. Лазерное шоу, представление новичков, воспоминания о прошлогодней трагедии. Хоккеисты, которые выступают за возрожденный «Локомотив», понимают, что сегодня на их плечи легла большая ответственность. Александр Черников еще в прошлом сезоне защищал цвета Сибири. Сегодня играет в Ярославле. Именно он и забил первую шайбу «Локомотива» нового образца. Все все прекрасно понимают, то есть накачивать никого не надо. Все все знают. Оказывать достойное сопротивление Ярославскому клубу хозяева смогли лишь в первом периоде, который завершился в ничью. 1-1 во втором грамм отрезке «Локомотив» доказал, что уже готов решать большие задачи. Гости добились комфортного преимущества в две шайбы. Мне понравилось, как играл соперник сегодня. То есть, учитывая то, что очень молодая команда, они здорово играли всю игру. Делали много, бросали. Хорошая команда. Я думаю, у них все эти задачи стоят, им это поключать. В заключительном периоде «Локомотив» довел счет до крупного. Возрождение большого хоккея в Ярославле началось с убедительной победы 5-2. С первым поражением виновниками проигрыша Хабаровского Амура стали хоккеисты обновленной команды «Локомотив». Напомню, в сентябре прошлого года в авиакатастрофе погиб практически весь игровой состав Ярославского клуба. О ходе непростого матча репортаж Любови Краснослободцевой. В дальневосточную столицу хоккеисты нового «Локомотива» приехали в ранге победителей. В Новосибирске Ярославцу обыграли местную Сибирь с разгромным счетом 5-2. Однако в Хабаровске игрокам обеих команд сначала пришлось, что называется, прощупать игру. Поэтому самым запоминающимся моментом первой 20-ти минутки стало громкое появление жениха и невесты на трибунах платином арены. А между тем оборона Амура пропустила гол в свои ворота. Шайбу в раздевалку за 5 секунд до конца первого периода забросил Максим Трунев. Во втором периоде мы проиграли несколько вбрасываний, и это был наш основной минус. Во втором периоде начались проблемы ментального, психологического характера. На какое-то время с психологическими проблемами игрокам Амура удалось справиться. В передаче Максима Никулина в ворота ярославского вратаря в упор расстрелял Дмитрий Тарасов. Однако на этот гол хоккеисты Лока ответили незамедлительно. Буквально через 3 минуты подопечный Тома Роу снова вырвались вперед. Ворота Алексея Мурыгина поразил Егор Аверин. Мы сегодня очень активно хотели сыграть в первом периоде. Если бы мы повели в счете, стартал на отрезке 2-0 или 3-0, это была бы хорошая заявка на итоговый успех. Но не получилось, и стала сегодня главной проблемой. А в третьем периоде хабаровские болельщики очень удивились, не увидев в воротах Алексея Мурыгина. Из-за проблем со здоровьем его заменил Ян Лашек. Второй гол кипер Шайб не пропустил, но его партнеры по команде тоже не смогли улучшить результат. И это даже несмотря на то, что в конце финального отрезка Амур обладал численным преимуществом. Очень рад выиграть в этих стенах, ведь именно в Платинном арене был в прошлом сезоне рекорд по посещаемости. И взять на хабаровском льду 3 очка – это большая честь. Итог игры 1-2. Победа Локомотива. По итогам этого матча Амур опустился на пятую строчку в турнирной таблице КХЛ, но все еще сохраняет лидерство в дивизионе Чернышева. Огромный плакат с фотографиями игроков Локомотива виден издалека. Молодые и веселые им прочли победу в новом сезоне. Рабочий паровоз, олицетворяющий тяжелый труд железнодорожников, стал символом погибшей команды. Именно сюда, в годовщину страшной трагедии, пришли воспитанники специализированной хоккейной школы «Металлург», болельщики и просто неравнодушные люди. Когда начали звучать имена, кто погиб в катастрофе, это было таким горем, потому что многие знали и тех, кто играл в команде, потому что они играли и у нас, и общались лично. Цветы и свечи. Поминальный ритуал прошел в скорбном молчании. Среди погибших хоккеистов был и Александр Вьюхин. Он два сезона защищал честь новокузнецкого «Металлурга» и стал для многих родным и любимым игроком. Мы потеряли многих талантливых молодых парней, которых по-человечески знали, которыми восхищались, за судьбами которых следили и радовались. Такие мероприятия, будем говорить, они торжественные своего рода, они памятные, они должны проходить и передаваться поколениям, будем так говорить. Поэтому не случайно здесь сегодня дети. Дети наших спортивных школ. С момента ужасной авиакатастрофы, в один миг оборвавший 43 человеческие жизни, прошел уже год. Но это слишком малый срок, чтобы боль от потери утихла. Люди помнят о них и скорбят вместе с родственниками. Ольга Щетинкина, Павел Соломников, Новости, Ново ТВ. «Металлург» продолжает приятно радовать своей игрой болельщиков. Новокузнецкая команда оказалась первой, в матче с которой «Локомотив» не сумел взять полновесные три очка. Мало того, ярославцы вообще могли потерпеть поражение во дворце спорта. В 15-й минуте «Металлург» повел в счете 2-0. Отличились Вадим Метриков и Крис Саймон, проводивший первый поединок за команду в сезоне. Но «Локомотив» проявил волю и счет сравнял. На 17-й минуте Алексей Калюжный в меньшинстве отквитал один гол. А затем ворота Юрия Ключникова на 24-й минуте поразил Егор Аверин. Однако новокузнечане смогли снова выйти вперед. Александр Бумагин, лежа на льду, умудрился сделать точный пас на Дмитрия Когарлицкого. И лидер атак «Металлурга» делает счет 3-2. Правда, сразу после этого ярославцы снова отыгрываются. Гол забивает Даниил Апальков и отправляет Ключникова на скамейку запасных. В воротах «Металлурга» появляется Александр Лазушин. Переиграть вошедшего в игру голкипера гости сумели только в большинстве. На 47-й минуте после атаки Николаса Хагмана. Новокузнечане, впервые оказавшись в роли догоняющих, догнать соперника в результате смогли. Александр Мерезкин делает счет 4-4 на 53-й минуте. Концовка основного времени проходит в атаках «Металлурга». Но обойтись без овертайма, а следом и буллитов не получилось. В серии после матчевых бросков удача оказалась на стороне «Локомотива», который сумел один раз переиграть Лазушина. Антон Слепышев, Дмитрий Мегалинский и Дмитрий Когарлицкий свои попытки не реализовали. В итоге новокузнечане уступают по буллитам 4-5, за что получают 1 очко. Игра получилась боевая, много молодых ребят и у нас, и в «Локомотиве». Повели 2-0, не должны были пропускать эти два гола, тогда, может быть, игра была бы другая. Но хорошо, что при счете 3-4 забили четвертый, бились до конца, опять же были моменты. На буриту за день не научились нарубить, но секретное оружие Сергея Павловича наверняка будем выпускать. У нас в заявке много игроков еще за это место. Но это шутка, это серьезная наша проблема, будем работать. Хорошая, упорная борьба, команда соперников очень была мотивирована. Био избежала до последнего, очень желательно было с вами играть. В итоге овертайм, булит, и там были, ну и булитая лотерея. Должны могли, а должны были обыгрывать. Глупые ошибки, нелепые голы, которые мы сами себе привезли, вот, их быть не должно, будем справляться. Теперь новокузнечанам предстоят три выездных матча. Первый из них в четверг в Москве со Спартаком. Дома же Металлург будет играть 20 сентября с Северсталью.